здравствуйте друзья у нас сегодня четверг 23 по моему немножко сбиваюсь 23 марта и сегодня в четверг должны были бы голосовать в палате представителей за новую как бы реформу здравоохранения вот раньше нас был обама кирп теперь у нас как бы или будет или не будет вот некий трамп кир и палате представители причем выбрали такой день они когда ровно семь лет назад в этот же день голосовали скажем так протащили обама кир так там было тоже такое скользкое голосование пробили протащили протянули в общем так получилось вопросы здравоохранения не такие вопросы где можно так серьезного единства добиться и мы сегодня это видим то есть вот сколько бы там на на протаскивание обама кира не жаловались и действительно был очень мало симпатично все это было сделано но вот то что мы видим сегодня как бы она не чуть-ничуть не симпатичнее происходит так вот вопрос с со здравоохранением как бы два аспекта имеет первый аспект это но действительно есть есть население в стране значит она же еще и голосует тоже кстати вот и вот это население над как-то вот покрыть медицинскими услугами это очень важный вопрос никто не хочет на улице помирать или там допустим болеть шаг так чтобы врачу не пойти чтобы денег не было ты как-то должно это все устаканить второй аспект этого дела сугубо политически потому что так долго муссировался вот этот вот обама кир вот это вот истерика вот этот визг это просто ну даже я не знаю с чем это можно сравнить вот эти нечеловеческие образы значит возмущенные обама киром и наконец-то у них есть президент у них есть обе палаты большинство большинство в палатах было и раньше вот там можно сказать два года назад когда были выборы в сенат и палата представителей вот у них уже появилось большинство в обеих палатах но у них не было президента своего почему важен президент потому что если прошло в обеих палатах президент может вето наложить вето можно опровергнуть как бы опрокинуть но надо иметь достаточное большинство такого большинства чтобы вето опровергнуть у них нету не было ну и там еще тоже в сенате очень верхней палате значит очень многие вещи должны проходить большинством 60 надо собрать 60 процентов не просто больше там 50 процентов плюс один и такого большинства не было тоже в общем вроде кричали про границу вот два года назад выборы когда будет там иммиграция была чуть ли не самый главный вопрос и потом раз но ничего все и умерло вот как будто для чего избирались непонятно но в практическом плане получалось что имея обама президентом и имея сенат которым нет такого уже прям большинства было бессмысленно что-то делать в практическом плане но они не делают только кричат политический был вопрос но если про иммиграцию кричали там как-то вот а про здравоохранение кричали очень-очень много лет уже все-таки все-таки уже приняли и кричали просто но со страшным визгом иммиграция все-таки не так много народу затрагивает даже контингент республиканцев например избиратель республиканский 70 процентов говорят что надо как-то легализовать уже тех кто давно ночью там половина из них по 10 лет стране живет у них тут дети там кучу родились выросли ну что это поэтому в общем мало кого уж так прямо сильно это беспокоит но кроме вот совсем уже там экстремистов таким а вот здравоохранение интересует всех и по обе стороны так сказать политической баррикады поэтому ну давай и вот выясняется что сложно а вопрос помимо ну понятно еще и политический потому что одно дело кричать и биться в истерике и показывать пальцем на обаму на либералов на демократов на не знаю там кого а другое дело к этому ну давай ну уже же ну давай и вот тут как бы плохо получается потому что если ты еще и в этих условиях не можешь ну тогда совсем как бы ну а зачем зачем тогда зачем кричал зачем приходил там зачем вот это кидалово все значит трамп даже вот пугал тут на днях республиканских законодателей в палате представители что если они участнику голосуют то вообще им тогда на следующих выборах тогда не светит но они на самом деле так центр эти относятся к нему без особого пиетета что он там говорит вот как советский профсоюз знаете был такой анекдот я вам расскажу вас такого дела значит школьник мальчик изучает политическую систему советского общества и папа просит помочь и не пойму как то что это такое что говорит но вот есть мама наши год это партия она чем чем мама скажет то мы все делаем а ведь бабушка это профсоюз а там что-то там балаболе что-то такое свое там будет никто вообще внимание не обращает вот а я кто на ты комсомол ты комсомол ты чего мать скажет партия вот это и будешь дел могут папа бета ты кто а я народ так вот я одни к народу народ это я в данном случае и наши зрители многие тоже а я про профсоюз в данном случае так что-то бормочет вот у нас так как бы отношение как бы законодателей конкретно угрозам трампа вот типа ну там какой-то как бабушка там на кухне то есть он он как бы поставил себя в это положение уже никто внимания не обращает бог с ним но действительно выборы то будут и вопрос не в том проголосовал ли ты так как трамп хотел чтобы ты проголосовал вот это как раз меньше всего кого-то волнует а их волнуют люди которые скажут что сукин сын делаешь ты чё творишь как бы парадокс вот этой вот истории со здравоохранением состоит в том что есть штаты которые ну как бы существенным большинством голосовали за трампа бедные штаты совсем там плохо все в этом смысле да и они голосовали за трампа при том что если у них забрать обама керр то они останутся вообще без медицины но они не потому голосовали за трампа что хотели остаться без медицины они потому голосовали что им обещали лучше я бы сказал у вас еще лучше будет но но дальше мы упираемся в очень интересную проблему то есть если бы например вот была та тумбочка из которой берутся там эти миллиард миллиардов и собственно триллионы долларов каждый год на медицин на здравоохранение господи у нас у всех была бы замечательная страховка не хуже чем у президента трампа понимаете мы бы все вот по этой страховке жили но вопрос о том кто платит от него уйти нельзя вот проблема этим как только задается вопрос кто платит выясняется что одни либералы а другие консерваторы но значит обама решал вопрос как либерал он решал вопрос через простую схему значит те у кого деньги есть те платят за тех у кого денег нет то есть как бы понятная схема вся европа так живет как бы там многие развитые страны вот так и живут значит а консерваторы говорят что такое это че это один должен за другого платить это почему так какие-то налоги все против налогов против государства government да вот как правительство не нужно большого правительства потому что как только налоги надо делить появляется правительство которое начинает делить то есть тормоз в общем две концепции разные но опять либералы разные бывают там много градаций внутри и консерваторы тоже разные бывают и там тоже много градаций внутри от вполне респектабельных и таких можно сказать в каком-то смысле даже не вот но вот как например был губернатор калифорнии шварценеггер да или как например там сенатор маккейн который вроде бы республиканец там но достаточно либеральный и так далее он не один такой поэтому там тоже разные и кончаю уже отморозками такими которым только свастику носить это это тоже они собственно многие и носят многие вот там радостно когда трампа избрали радостно ходили там была встреча куклусклановцев они там кричали хайл трамп и там руку выкидывали на сельском приветствии и такие тоже есть к счастью не так много значит поэтому спектр широкий и вот выяснилось что республиканцы при всем их большинстве в данном случае идет о палате представителей не могут договориться потому что с одной стороны ты отнимешь у них ну у бедных допустим а многие эти беды это прямо вот прямо электорат трампа ты у них отнимешь значит и они будут против тебя голосовать в данном случае мы говорим о членах палаты представители которые понимают что именно во что им это встанется значит с другой стороны есть другие которые более консервативные и более может быть хорошо себя чувствующие финансовом положении и они говорят а что за фигня такая это что же да вы это чем же это лучше обама кера вы хотите опять субсидировать что-то а совсем не субсидировать нельзя вы знаете же получается совсем не субсидировать нельзя но как только ты хоть кому-то субсидируешь тут же возникают люди которые сейчас что вообще за проблем так откуда взялись субсидии что за чушь опять налоги повышать да вы еще хуже обама кера всякого и обама вместе со всей его там либеральные тревоги фракции поэтому внутри республиканцев вот тоже очень широкий спектр одни говорят ну конечно нам с как-то субсидируем как как-то рада субсидируем в разумность пределах и в отношении там каких-то разумных там чего-то людей которые действительно нужно вот а другие говорят такие субсидии какие налоги никаких налогов никаких субсидий вообще ничего знать не хотим и вот этот вот спектр значит не может договориться и они назначили на сегодня голосование вот я выходил из дома сел за руль давайте может быть повернув на улицу вы посмотрите что там делается выходил из дома они еще не голосовали больше того как бы пытаются договориться но уговорить тех кто не хочет голосовать за вот эту вот реформу в палате представителей но что-то у них пока не очень получается договориться и вот вчера они сутки можно сказать напролет этим занимались и глубоко за полночь и и чё-то не получается большой драматизм я я хочу сказать что вот глядя на это на все ты начинаешь понимать насколько действительно насколько действительно сложная проблема даже наш вот так называемый президент как он любит говорить значит он недавно признал что кто же мог подумать что это такая сложная фигня что вот но пообещать можно сделать уже сложно поэтому сложно сложно действительно сложно и это даже не вопрос который можно решить ну или скажем так в современных условиях они не могут договориться до демократы с республиканцами договориться не могут поэтому если будет какая-то реформа то эта реформа будет однопартийная то есть одна партия значит вопреки другой партии должна это сделать но мы видим что происходит когда меняется большинство до одна партия имея большинство сделала а другая партия в итоге придя к большинству значит взяла и отменила вот поэтому как бы не исключено что если республиканцы что-то такое сделают то потом глядишь там опять власть поменяется и снова отменит вообще очень как бы такое действительно сложно давайте страдает при этом тот к кому таки все кому-то кида нужен страховой полюс и тому кто платит и все время больше платит и больше платит и снова платит и опять платит и все это растет в общем да невеселая картина самое главное что в этого есть как бы краткосрочный политический дивиденд но то есть вот можно в твиттере написать ура мы там всех победили и так далее а дальше то что будет а дальше допустим они пропустили эту реформу она прошла и в течение 10 лет значит 24 миллиона человек останутся без страховки как подсчитала там независимая организация которая этим занимается это что же такое позволить может краткосрочно это политический бенефит то к тому у кого и каус в твиттере причем вот вот ему лично ему а остальным как я помню тоже по молодости чукча приезжает с со съезда кпсс но ему там гать но рассказывай чего как он говорит однако много умных людей выступала говорят все во имя человека все для благ человека и однако человека этого я тоже видел вот поэтому если они примут то это будет во благо вот этого конкретного человека это мы понимаем что но собственно на самом деле он не смутиться в твиттере и так что-нибудь напишет это уже такая патология как бы она не лечится но дальше что да и этот драматизм разворачивается на фоне того что люди так как бы с неразгоряченным воображением они говорят пацаны говорят они но даже если это пройдет в палате представителей в сенате это похоронится но это не может пройти сенат и это правда не может в сенате то нет большинства такого там есть пару голосов лишний да там из 100 человек 52 значит у республиканцев там нет 51 на 49 два голоса там перевес но но история в том что у них нет даже среди республиканцев такого большинства то есть ну ну то есть нет ну ну все это то что называется dead on rival то есть оно пришло и уже уже мертвым пришло мертвым но это как-то вообще не рассматривается а рассматривается вот там в палате представителей и там очень очень большие политические ставки на это на все потому что если она в палате представителей пройдет а в сенате похоронится тогда можно сказать ну мы-то сделали то что мы обещали мы обещали избирателю мы сделали а кто провалил ну естественно вот эти вот либералы провалили или как у нас тут на канале некоторые год леваки я хочу сказать что слова леваки у нас запрещенное на канале потому что это терминология нацистская поэтому я я как бы категорически как бы предупреждаю что это слово у нас не пользуется но дело не в этом леваки значит вот там вот какие то вот вот эти вот либералы до сюда и политический капиталец вроде бы как бы вот да вроде бы мы вот честно и то есть договориться они не могут даже собственные партии договориться не очень могут но надо сказать что в этом плане дальше всех пошел трамп который сказал не так важно буквально вот сказал что но пройдет реформа значит хорошо они пройдет свалим на демократов то есть ему без разницы он он как бы с точки зрения твиттера и поддержки вот этой вот ну кто там у него в твиттере вот и это не так важно то есть важно что он опять всех победил вот как владимир владимирович у нас в российской федерации он всегда всех побеждает вот чего не произойдет а он всех победил и каждый раз победил и снова победил и опять победил есть люди которые в это верят и вот собственно ради них все так что насколько я понимаю механику этого всего если они не не получат большинства ну как бы предварительно то есть в переговорах да не получат большинства то они и на голосование ставить тоже не будут то есть как бы нет смысла тратить время силы ресурсы и чтобы получить 6 с маслом поэтому они пытаются договориться может быть вот я пока сейчас еду они все еще пытаются а к тому моменту когда видео выйдет глядишь вы будете знать больше чем я сейчас о том что в итоге произошло давайте мы развернемся что в итоге произошло и независимо от того получится у них сегодня то в палате представителей или нет с учетом того что дальше есть сенат и все остальное значит я хочу сказать что вот это приурочивание к семилетней годовщине принятия обама кера как-то вот не очень удачно получилось знаете не очень удачно то есть можно поставить задачу и в твиттере написать но вот но вот как то есть вещи которые дальше твиттера к сожалению так было бы просто если только в твиттере все непонятно непонятно что будет со здравоохранением я как человек который приближается по возрасту к самой дорогой категории до этого всего потому что мне 61 год через месяц и насколько там через допустим еще через четыре я могу уже там получать что-то с с возрастной государственной там как бы страховки до что-то мне оплатит я как-то себя получше почувствую на сейчас у меня растет каждый год космически просто то что мы платим и я думаю нифига себе значит а как но хорошо но мы зарабатываем во всяком случае сейчас мы привычно зарабатываем я другие люди как обычные люди нормальные как они если вот у него допустим с работой не оплачивается они-то как а те которые в работе не имеют страховка те которого целфим плод там да как как бы сами на себя работают консультанты всякие контракторы строителей так далее жуть поэтому ну посмотрим я не знаю в общем это становится здравоохранение становится вопросом номер один это намного важнее чем забор там который они хотят поставить и так далее намного намного важнее поэтому может может статься что ближайшие несколько лет я не знаю сколько лет поскорее боже как-то но может статься что ближайшие там время сколько там впереди это будет вопрос который определит кто у нас там в сенате кто у нас палате представители кто у нас губернатор кто у нас президент виспрезидент и так далее то есть вот вот острота такая она нарастающая и нынешняя ситуация очень хорошо показывает насколько острая проблема оказывается недостаточно недостаточно иметь большинство тут большинство тут еще и президента который тоже хочет этой реформы он он в политическом смысле очень ему пофигу у него слава богу семья хорошо застрахован там у него все есть но в политическом плане ему хочется в крайнем случае свалить там на кого-то кто помешал но они все хотят и не могут как называются такие которые хотят и не могут это вам загадка значит из анекдота про медицинский институт вот как называются те которые хотят и не могут счастлива